первый раз общаюсь на такую большую аудиторию и первый раз это происходит настолько камерном и уютном формате и очень рад что все здесь собрались перед мониторами я позвольте представиться меня зовут сергей хабаров я работаю в компании дата арт и уа и уэкс дизайнером в основном занимаюсь тем что делаю сложные интерфейсы для профессионального использования то есть это не тот интерфейс который продает что-то не тот который например способен вас погрузить транс на пару часов это чисто рабочие вещи которые рабочие места каких-то людей но до этого дата арта занимался совершенно разными вещами набрал опыта в разных направлениях юай дизайна немножечко и x и готов сегодня с вами этим опытом поделиться лекция у меня будет очень обзорная и скорее похоже на большое оглавление потому что тема прокачаться до дизайнера какие навыки вам пригодятся она очень большая и очень обширная я своим авторским произволом разделил тот минимальный набор навыков который вам пригодится в этой профессии на четыре большие категории первое это собственно дизайн каким его обычно понимают рисование красоты наведение порядка в хаосе графический дизайн его прием то что вам потребуется чтобы сделать плакат или ценник или баннер или веб-сайт или приложение все что угодно вторая большая группа это знание языка интерфейса интерфейс это по сути язык между машиной человеком и как у любого языка у него есть своя грамматика есть свой словарь есть свои правила использования может даже свой свинг есть почему нет и и в этом языке тоже нужно уметь практиковаться третья большая группа это юзер экспириенс все что касается общения непосредственно с пользователями и понимание их потребности и боли и умение сделать так чтобы интерфейс эту проблему мух решить ну и четвертая большая группа soft skills она о том что не касается непосредственно дизайна но очень 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 помогает в работе например умение оценивать сроки умение общаться с заказчиками умение общаться с командой вот саша кашеверов у нашего спикера думаю меня прекрасно поймет как на самом деле не всегда просто наверное бывает взаимодействие дизайнера и разработчика вот ну начнем потихонечку начну я с самого с графического дизайна как наверное с самого основополагающего наверное одновременно самого простого что можно здесь представить если мы дизайнеры именно дизайнеры интерфейсов если мы вот искусственно ограничим себя этим узким направлением нам на самом деле многое из того что есть перечислил типографика цвета работа с кривыми визуальная иерархия потребуется весьма ограниченных объемах если мы хотим практиковаться дальше делать красоту наподобие того что мы видим справа конечно во все это лучше вникнуть поглубже попробовать не сразу но получится самым важным я здесь считаю визуальную иерархию и о ней мы сегодня в основном будем говорить в интерфейсах я поговорю о устоявшихся паттернах интерфейса и о том что можно назвать грамматикой об основных правилах того как сделать хорошие интерфейсы скорее даже как не сделать плохой проектом поговорю в общем то просто о том что это такое и как с ним как с ним работать и как его начать практиковать если еще не пробовали ну и soft skills если останется время поговорим о нем тоже так графический дизайн а если точнее я наверное сегодня посреди немного поэтому такие классные вещи как например работа с цветом или типографику я наверно не смогу сегодня рассказать потому что времени на все не хватит я расскажу то что я считаю наверное основополагающим в работе дизайнера умение отделить главное от второстепенного и умение навести порядок в макете визуальная иерархия да умение среди этих вот этой вот кучи однотипных вещей сделать какое-то выделение зачем мы делаем выделение потому что наш мозг не очень-то приспособлен к тому чтобы рассматривать одним махом вот такой большой массив ему нужны какие-то якоря за которые он может уцепиться вот если мы посмотрим этот слайд видите это одни из самых первых сайтов которые вообще появились сети очень очень старые видим что их всех объединяет в них всех есть что-то общее да в этом дизайне начала 90-х до огромная 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 простыня ссылок 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 где-то и пытаются разделять друг от друга там заголовками где-то даже не пытаются смысл что заходишь и на тебя сразу падает эта огромная стена ссылок я кстати не скажу что это плохо то что одно то что эти все три сайта дожили до наших дней в неизменном виде я скажу что-то делал буквально 1 3 назад уже о чем-то договорит но все-таки концептуально они похожи вот на это большая такая простыня информации без выделения если мы захотим привлечь в не наше внимание на что-то особенное мы можем сделать самое тривиальное взять и увеличить это в размере так например делает яндекс дзен так делают любой новостные сайты вот медуза например те же самые новости но это не просто лист одинаковых ссылок это плитка какие-то с фотографиями какие-то без какие-то крупнее какие-то меньше это вот такой пробел получается это не дырком тоже так такие вот разрывы ритма очень тоже очень важны в итоге читается все это проще и внимание зрителя сразу приковывается к определенным новостям первую очередь распространяющийся каким-то другим второй способ выделить главное от неглавного или например одного типа объекта от другого это просто перекрасить в другой цвет например здесь да синие квадратики прям бросаются в глаза это любимый прием составителей всевозможных транспортных схем схем метро если бы мы не работали здесь цветом просто не поняли бы где какая линия находится или например в сложных насыщенных информации лей-аутах мира здесь на табло аэропорта мы цветом выделяем часть информации в отдельный информационный слой как его называют в первую очередь читаем название городов только во вторую уже присматриваемся видим номера рейсов ну и наконец еще простейший способ это разделить информацию на кучки связанные какой-то логикой между собой мир здесь у нас не знаю там навигация есть статьи или еще что-нибудь неважно как когда мы разделяем объектные текучки назовем текучки сразу модулями но слово нам потом пригодится нам чтобы такое сделать нам очевидно нужно чтобы пространство между модулями оказалось больше чем пространство внутри модулей тогда они естественным образом будут группироваться вот так вот вот например вот здесь мы видим панель инструментов скетча видим что кнопки которые имеют схожие функции схожие назначения они сгруппированы кучками между ними большие пробелы это неспроста потому что мы сначала видим нужную кучку потом уже прицеливаемся кнопки вместо того чтобы делать выбор из 15 объектов мы делаем выбор из пяти а потом еще один маленький выбор четырех так что гораздо проще то же самое например снизу на панели яндекса есть воспроизведение работа с плейлистом и громкость это три отдельные кучки которые не совсем связаны между собой и вот это потихонечку приводит нас к понятию модулей вот еще один пример смотрите главное яндекса тоже страница с огромной кучей ссылок и с нереально большим количеством информации но при этом она выглядит просто потому что мы все это дело логически сгруппировали по модулям вот модуль новостей с хабра вот модуль новостей и всяких новостных сайтов вот модуль почта ночью на плашке сидит вот там модули погоды еще чего-то их даже вот так выделил цветом чтобы было виднее видим что они имеют прямоугольную форму такая плиточка и кладкой этой плитки формирует наш макет важно что плитка это прямоугольная да если вот видим что даже вот таком выделение как-то проще ориентироваться становится некоторые дизайнеры так на самом деле делают они берут например светово-серый фон на нем делают какие-нибудь белые плашечки на плашках размещают информацию раз вроде поделили или там какие-нибудь линеечки делают но мы же с вами любим наверное минимализм и простоту поэтому можем разделить все так что никакие линейки не потребуются вот он ключ к этому можно сказать что мы здесь видим прямоугольник с другой стороны могу сказать что тут нет никого прямоугольника здесь есть просто набор пятен которые наш мозг достраивает до знакомой формы и вот этим это его особенностью находить паттерны в хаосе мы можем воспользоваться можем например сделать вот такую штуку мы заголовком текстом и картиночкой мы тоже обозначили четкий прямоугольник нам не нужно его рисовать мы в голове уже его видим и считываем особенно если это будет еще немножко поплотнее все сверстана мы сможем понять например самолетик относится вот к этой штуке а например не к соседней эта конструкция как бы держит сама себя чтобы такое получалось нам достаточно размещать элементы определенных точках по углам модуля по сторонам модуля если они длинные или если какая-нибудь крупная штуковина прямо в центре если прям совсем точнее не в центре чуть чуть выше центра это тоже еще одна наша иллюзия восприятия чтобы казалось что он точно в центре вот видите как это например работает на конкретных примерах здесь например квадратный модуль он прям поддержан иллюстрации которая ушла в обрез и формирует сразу угол и две стороны а другой угол сформирован заголовочком и третий угол еще поддерживает вот штуку которую тоже отправили прям в угол не сюда не вот сюда вот именно в угол для поддержки композиции или например интерфейс мобильного телефона как-то все естественно образом возникает само собой но мы видим да панелька сверху панелька снизу в одном углу индикатор заряда в другом углу индикатор батареи по серии ровно посередине заметим часы это же неспроста использование якорных точек модуля почитать по этой теме я очень советую мир уже наверное известную книжку артема горбунова графика и верстка называется к моему большому сожалению это совсем не книжка это электронный учебник который по подписке этого большой минус кончается подписка кончайте доступ к ней это конечно монетизация совершенно не красит но тем не менее книга стоит и все равно я советую посмотреть ну или если как вариант можно просто порыться медром его собственного сайта у него там были статьи и советы правда это немножко разрозненно все и не структурировано в книге все как бы четко по делу и с примерами вот человек который как раз пытается систематизировать все найденные ссылки и добавил еще много своего его зовут антон же янов у него замечательный сайт deangry.ru здесь можно разделить справочник посмотреть в принципе ссылки на того же горбунова еще на других хороших дизайнеров плюс у него есть хороший раздел с антипаттернами дизайна то примеры того как делать не надо еще один сайт который советую заглянуть блок из сайта игре штанга у него в частности кроме неплохих статей есть еще и раздел с переверсткой он берет какие-нибудь плакаты баннеры макеты сделанные нам на его взгляд неудачно и пытается сделать их лучше на это причем показывает это пошагово на это прям интересно посмотреть еще один очень важный совет для любого дизайнера не бойтесь тащить еще собирайте коллекции для этого прекрасно подходит например пинтерест или другой подобный сервис все что вам понравилось вы скорее всего через какое-то время забудете если не тащите куда-то к себе в уголочек вы не сохраните это может быть обязательно пример интерфейс это может быть красивый плакат красивая книжная обложка красивая упаковка красивая фотография все что вам понравилось даже обычная картина или фотография например может стать источником классно цветовой схемы для будущего проекта вторая большая тема который я сегодня хочу поговорить это язык интерфейса тут мы я собрал несколько примеров знаковых для своего времени вот например google который в свое время поразил всех своей простотой и ушел от простыни ссылками примера чем видели раньше вот такой вот поисковой строке с одной кнопочкой второй кнопочкой мне повезет это перевернуло мир свое время второй пример iphone тоже уже классика классика когда они до этого телефона состояли из клавиатуры экрана уже пришло понимание что экран должен быть побольше клавиатура поменьше потому что нужно не всегда ее начали пытаться прятать делали телефоны с вкладывающимися делали телефоны раздвижными и вот эти ребята были одними из первых кто сказал что клавиатура вообще не нужна и стилус не нужен рук до рук достаточно чтобы управлять любым смартфоном тоже был переворот ну и вот просто забавный пример ручка шпингалет двери в туалете самолета чем он забавен тем что с другой стороны двери есть табло занято и свободно только вы закрываете шпингалет там в окошечке меняется свободно на занято и с другой стороны сразу видят туалет занят раз уж мы начали говорить поговорим пока о принципах и языке интерфейса ну и самое правило хорошего тона чего бы я начал это access ability доступность вашего интерфейса для людей которых возможности по каким-то причинам ограничены ну самое первое приходящее в голову это контрастность текста например дизайнеры очень любят вот как мы с вами рассматривали да разделение на важное и неважное часто понимается как а давайте мы важно и сделаем черным и жирным и крупным а неважно напишем сереньким маленьким шрифтом досмотрится прекрасно это очень красиво но представьте себе что вы например 80 лет у вас плохое зрение и выносите огромные вот такие очки и вам тяжело рассмотреть маленький текст или допустим вы читаете с телефона светит яркое летнее солнышко и вы видите примерно вот такую картинку как здесь а это подводит нас к тому что даже мы можем сказать что да зачем нам в общем-то загоняться потому что это влияет на дизайн иногда не в лучшую сторону влияет на дизайн это усложняет разработку например мы заморачиваемся делаем приложение на телефоне таким чтобы даже человек с одной рукой мог им пользоваться казалось бы ну не так уж и много у нас однородных инвалидов пока с другой стороны мы часто попадаем в такие ситуации когда нам приходится пользоваться телефоном одной рукой или приходится смотреть на очень неконтрастное изображение как здесь в руке у тебя может быть сумка или ребенок или ты мог там ехать на велосипеде сломать себе руку попадаем такие ситуации поэтому если мы делаем что для людей с ограниченными возможностями лучше обычно становится вообще всем пользователям поэтому к этому стоит присмотреться советую посмотреть по такой вот ресурс называется web aim.org это организация которая как раз занимается продвижением аксесса в дизайне у них есть статьи и методы которые нацелены на то чтобы сделать интерфейс доступным касаются как дизайна так и верстки тут например есть инструмент для проверки контрастности текста насколько он выделяется по отношению к фону похожие плагины кстати есть фигме и скетче так что можно за контрастностью даже никуда особо не ходить очень советую их поставить пользоваться говоря о грамматике трофейса но вот меня вот очень часто посылали вот сюда за евристиками нильсона вот посмотри вот классик работа с интерфейсами написал просто на этом принес высеченными на камне 10 евристик я смотрел на это думаю что за фигня такая как а еще взаимосвязь системы реальным миром что еще за пользовательский контроль и свобода это же реально сложно запомнить сложно понять со временем столкнул с этим еще раз еще раз потом сделал оценку интерфейса основываясь на евристиках копну поглубже и понял что в общем то здесь действительно в концентрированном виде зашита правила хорошего тона этикет интерфейса по отношению к людям конечно немножечко как любом архиве зашифрован поэтому мы с вами немножечко попробуем расшифровать хотя бы некоторые этих этих евристик и понять что она на самом деле означает и почему оно такое вот пример важная штука отображение системного статуса она отвечает на вопросы которые могут возникнуть у сильно пьющих людей с утра где я нахожусь как отсюда выбраться что вокруг происходит вообще эта штука работает или она зависла за это все отвечает во первых навигация интерфейса мы должны всегда понимать как попали сюда где ссылка на главную как называется раздел не забыть про заголовок например вот google а есть ссылочка такая строка с табами который всегда показывает что за результат поиска ты видишь весь по картинкам или карты или виду она всегда на экране ты всегда ее видишь поэтому например так часто ругают иконочку гамбургер мобильных интерфейсах под которой прячется вся навигация ругают ее именно за то что часто непонятно на какой странице ты оказался потому что все это скрыто за меню это должно быть ясным и очевидным еще одно следствие например то что нужно мгновенно реагировать на то что делает пользователь например ты открываешь кликаешь по какой-то ссылке в навигации открывается страница страница может грузиться 10 секунд 15 секунд например ссылочка должна отработать сразу экран каким быть спиннером загрузки или как часто делают даже с серенькими блоками которые примерно показывают структуру твоей страницы чем отзывчивее будет интерфейс в этом плане быстрее тем лучше ну и вот та же самая задвижка с туалет да сережа зависла завис звук коллеги ну если есть сейчас некоторое зависание по звуку я так понимаю сейчас мы все восстановим да 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 все будет в порядке никуда не расходитесь да 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 вот да сейчас все восстановим ребят сейчас все будет простите да очень же десятилетия на самом интересном месте ну что я надеюсь я могу продолжить конечно мы электр holder полием ожидали хорошо протики за небольшой накладки вот мы говорили о том что интерфейсу полезно говорить на языке человека почему это полезно вот смотрите пример да вот это интерфейс китайского мобильного приложения ну я не думаю что все из вас на мир вообще не знаю я могу сразу при предугадать что это похоже какой-то мессенджер потому что я вижу аватарки людей какие-то имена статусы знакомые иконки и в целом экран выглядит очень знакомым похожим да это на самом деле мессенджер или вот например мы тут тоже непонятно ни одного слова но судя по тому что здесь есть два поля какой-то замочек и большая кнопочка это очень похоже на экран вагина это такое озарение ага я знаю как она работает вот о чем это эвристика о предсказуемости впадания в какой-то паттерн тальной модель пользователя одна очень связанная с этим метрика то то о чем эвристика то чем до этого говорили относилась к пониманию между нашим приложением и остальным миром то последовательно то что происходит внутри приложения то что кнопка всегда работает как кнопка поле ввода всегда выглядит и работает одинаково все элементы все находятся на своих местах как однажды говорил мой препод на военной кафедре в армии важно чтобы было безобразно но единообразно на самом деле как бы может быть не неприятно это звучало в дизайне интерфейсов работает примерно тот же самый принцип очень важно быть последовательными внутри с одного приложения это еще более-менее нормально когда один дизайнер работать над проектом когда их становится много это обязательно приводит нас к тому что нужно собирать дизайн-систему не просто элементы но еще и описывать их поведение что и как должно себя вести где она должна находиться почему это важно потому что повторение одного и того же формирует у нас привычку как у собачек павла привычные действия мы делаем задумываясь на подсознании автоматически это вот например кстати одна из причин того почему дизайнеры не любят окошки подтверждения вы хотите удавить этот файл с кнопочками ok отмена потому что есть привычка нажать ok и не думать это привычка привычки можно использовать себе на благо особенно если это очень простой жест повторяющийся постоянно еще приносящий какое-то моральное вознаграждение например пролистывание ленты соцсетей а ты лиснул посмотрел лиснул посмотрел раз красивая фоточка лайкнул лиснул посмотрел лайкнул это одна из тех причин почему они настолько затягивают нас они такими спроектированы на контрасте для того чтобы привычку например потом привычки да их стоит использовать что может привычку разрушить непредсказуемое поведение всегда она работала определенным образом а сегодня бац перестала обычно это очень дико песен пользователей они думают что что-то поломалось что-то я делаю не так на самом деле часто в этом виновата такая вещь как режим система переходит хоть другое состояние которое ведет себя по-другому типичный пример раскладка клавиатуры частная со всеми бывало такое да вы набираете пару абзацев текста не смотрите на экран потом смотрите в экран и видите что писали на том языке стираете все набираете заново ну кто-то сам умный поставил себе пункта с вечера не парится кто-то например часто я знаю людей которые перевешивают кнопку раскладки на caps lock потому что там есть диодик смотришь на клавиатуру тебе видно что лампочка горит решение более слабое но тем не менее тоже решение в целом режимы такая штука что-то лучше в том числе по этой причине еще и по другой которые скажу чуть позже лучше их избегать вот сказать еще одна причина предотвращение ошибок это то за чего люди интерфейсов боятся я куда-то нажал и оно само все поправ все все не знаю что делать особенно страшно если интерфейс затер или попортил пользовательские данные не обязательно он сам по себе это сделал да например там рухнул сервак и не было бы капов это просто вопиющий случай но даже допустим редактор которым есть кнопочка сохранить и если пользователь забыл нажать кнопку сохранить у него выключился свет это на самом деле не вина пользователя что у него ничего не сохранилось это вина в том числе проектировщиков интерфейса потому что сохранить он должен уметь сам я вот помню когда я пересаживался с фотошопа на скетч одна из вещей которые меня удивили в первую очередь то что все сохраняется автоматически не нужно вообще париться об этом ты просто рисуешь и оно само сохраняется и нужно каждый раз проверять там нажимать две-три кнопки чтобы сохранилась на самом деле очень облегчает жизнь или допустим ворд по сравнению с гугл доком да видите разницу ворд хоть есть там автосохранение но в гугл док он сохранит реально каждое действие по умолчанию потому что так устроен и еще отсюда истет еще одна вещь я хочу быть уверенным что я ничего не сломаю а если что-то вдруг случится что я смогу вернуть все в прежнее состояние это анду и не перфейсов ну да еще раз данные это это наше все еще одна важная штука который мы хотим сказать то что проще подсмотреть что-то чем пытаться вспомнить и держать в голове все кто брал шпаргалки на экзамене думаю со мной согласятся подсмотреть проще чем вспомнить с интерфейсами то же самое хороший дизайнер всегда поставить шпаргалочку в нужном месте вот допустим чудесный пример адресная строка браузера ты начинаешь вводить что-нибудь одну букву или две или даже три или даже просто нажал на строку и и браузер тебе подсказывает какие-нибудь сайты которых ты недавно был скорее всего ты пойдешь туда же наверное свою почту пойдешь вот она ну или например интернет-магазин который любезно запомнил твой последний адрес доставки и подсказывает его тебе в следующий раз когда ты в него заходишь это тоже пример или допустим хранилка паролей тоже очень больная штука с точки зрения интерфейса и кстати да запоминание режима в котором находится система например текущей раскладки это тоже запоминание и это тоже информация когда ты держишь в голове и которая тебя немножко напрягает а могла бы не напрягать вот так что очень советую еще раз посмотреть на эвристики нильсона и попытаться понять их поглубже чем собственно их формулировка запоминать их особо нет смысла а вот именно понять почему он это написал и что затем кроется мог бы очень полезно это то что касается грамматики интерфейса а вот это словари гайдлайн операционных систем обязательное чтение для тех кто делает что-то под мобильные операционные системы подая под android подается знать как проектируется интерфейс приложения там довольно жесткие критерии что ты можешь делать а что ты делать не можешь ну и плюс обычно там тоже очень полезное чтение для любого дизайнера потому что там не только показано что нужно делать а что не нужно но еще объясняется почему третий хороший пример он больше для enterprise решений для десктопа там огромные таблицы длинные формы гайды контура они это российский разработчик они делают бухгалтерский софт или например софт для предпринимателей которым может заменить бухгалтера у них есть очень хорошее объяснение того как должен работать первопадающий список или прокрутка или или там листалка объяснено настолько хорошо что например часто просто кидаю ссылки разработчикам на соответствующие статьи когда мне лень писать объяснение самому здесь очень полезнейший ресурс очень советую ну еще по теме я советую книжку ильи бирмана которая тоже по подписке как раз очень очень хорошие сухое без воды изложение основных принципов работы полицинского интерфейса те же самые режимы же самые правила работы поддельных контролов и так далее вот еще одна старая проверенная временем классическая книга и уже наверное лет 30 если не больше этот человек делал еще интерфейсы первых макинтоши в 85 помню 86 году что характерно до сих пор на маках живы многие из его решений до сих пор вот у него очень интересно почитать пример про режимы он хорошо очень это писал или про то как оценить скорость работы интерфейса чисто математически снова сайт антона же янова конкретно его раздел анти паттернов очень рекомендую очень простое и легкое чтение и его же рассылка интерфейса без шелухи она уже сейчас как рассылка она закрыта но есть телеграм-канал которым тоже много интересного ну и снова в очередной раз советую использовать чьи-то решения которые до вас уже нашли другие люди это нас это не плагиат как может показаться это попытка именно говорить с пользователями на их языке потому что это уже наверняка кем-то обкатывалась работала люди к этому привыкли вот хороший классический пример вот тот например почтовик outlook он с 90-х годов он имеет вот такую форму у него есть список папочек входящие исходящие отправленные у него есть список писем огромный такой список три письма на самом деле это может быть 3033 часть из них прочитанные часть не прочитанные и письмо которое ты читаешь показывается в отдельной панельке дизайн этот почти без изменений дожил до наших дней вот видите те же самые три панели продвижка по-другому сгруппированные и ваш почтовик скорее всего устроен примерно так же что у гугля что моего что у яндекс это огромный список входящих в одной папке часть из них прочитанные честно прочитанные казалось бы если мы делаем свою почту мы должны ориентироваться на шаблон и сделать так же на самом деле и здесь возможны сюрпризы вот например ребята с бейскэмпа сделали вот такую штуку называется hey они просто поменяли подход к почте вместо огромного списка всех писем показывает только часть самых недавних самых важных того что не прочитаны у него отдельно прочитаны у него отдельно а письма от недавно от людей которые пишут вам впервые тоже отдельно там ты решаешь переписывать дальше с этим человеком или забанить его навечно файлы например у него тоже отдельно более того например письма которые ты хочешь ответить но некогда можно закидывать папку ответить позднее а потом ты открываешь их в два 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 в одном большом экране как как и новостную ленту читаешь и отвечаешь на все сразу я пока не знаю выстрелит эта штука но одно то что это платный сервис не платят деньги причем немалые находят люди готовые платить просто за интерфейс доступ к электронной почте потому что вот это все бесплатное уже о чем-то говорит они попали в какой-то крупный инсайт скрыли какую-то большую проблему которая есть в существующих почтовиках и вот чтобы делать такие штуки чтобы превосходить остальных и попадать в в точку в решение проблем пользователей существует user experience или UX сокращенно это ну часто считают просто фундаментом дизайна фундаментальной совершенно вещью без которой невозможно сделать продукт попадающий потребности пользователя на самом деле без UX работают и еще как работают на практике далеко не все проекты используют такую вещь часто даже знания интерфейсных паттернов и общих принципов хватает на то чтобы хотя бы не сделать плохо для того чтобы сделать по-настоящему хорошо это скорее всего обязательно потому что знать а что мы собственно собираемся делать для кого и какие цели мы хотим решить очень важно в первую очередь что могу сказать о UX то что здесь нет понятия чего-то не понятия финального продукта да вот это вот старый прикол про дизайнера который делал макет назвал его final потом понял что он ни разу не final потому что есть еще правки еще правки еще правки еще правки еще так их через одно место правки на самом деле реальность сейчас такова что нет никакого финального продукта продукт развивается постоянно 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 это это бесконечный процесс не имеющий завершения и развивается он через небольшие добавления потом интервью с пользователями тесты мы делаем что-то потом показываем смотрим как оно работает задаем вопросы если продукт массовый мы можем запустить это пару вариантов в виде а-б тестов посмотреть метрики стало нам лучше или не стало если если стало можем запустить следующий уровень изменений и так далее для того чтобы это все работало нам нужен доступ к пользователям это на самом деле не так просто как может показаться это реально просто например в случае продуктов которые выходят на массовый рынок например если ты делаешь новый мессенджер или новую соцсеть или новый интернет-магазин ты можешь пойти к своим друзьям знакомым если тебе контракт разрешает и поспрашивать а вот как бы вот ты этим пользовался как вот ты пользуешься например озоном как ты как сидишь в контакте каждый ответит а вот например интерфейсы для нейрохирурга или для биржевого трейдера это уже совсем другое дело там гораздо сложнее найти людей с такой компетенцией которые тебе могут что-то внятное сказать но если вам повезло и есть важно задавать правильные вопросы вопрос должен быть такой который располагает у человека говорить больше говорить разное иногда совершенно непредсказуемое открытые вопросы называют как почему по какой причине вопросы нравится или нет да или нет пользуйтесь или не пользуйтесь они закрытые человек просто скажет да или нет и вы не узнаете контекста а с уексом существует такая проблема о ней уже немножечко говорил что проекты с нуль с нуля сложно получить практический опыт можно прокачаться в теории прочитать Алана Купера прочитать еще кучу литературы быть готовым вступить в такой проект и начать воротить горы но на практике не сразу не попадаются а опыт настоящий практический опыт достигается только в боевых проектах это прям вот крупная я считаю сложность которая может преодолевать разными путями для начала можно попробовать если есть много свободного времени как сделать какой-нибудь концепт для себя например вы видите что ваш банкомат устроен как-то который вы обычно пользуетесь устроен как-то по-дурацки можете пробовать взять и попробовать перевисовать его экраны попробовать сделать это по-другому или например вы видите что можно пробовать сделать лучше википедию такое это обычно очень сложная работа на самом деле не для начинающего дизайнера но если такое попадает допустим на Behance она обычно просто вот ржет всех можно делать какой-нибудь небольшой проектик для себя и тренироваться на кошках магистральный путь я бы сказал который обычно проходят все сначала стать крепким хорошим UI дизайнером разобраться научиться делать интерфейсы и потом потихонечку будут появляться проекты и когда они будут появляться вы уже будете к ним готовы ну и наконец немножко наглости энтузиазма готовы сдвинуть горы просто огонь в глазах всегда приветствуется даже если вы еще ничего не знаете но вы хотите узнать вам это интересно это всегда очень ценится ну и курсы я думаю тоже будут здесь полезны ну и под конец немножечко о софт скиллах о том что может потребоваться кроме дизайна кроме дизайна может потребоваться умение грамотно оценивать свои силы и давать себе небольшой запас от вас всегда будут требовать сделать что-то делать невозможное до завтра нужно понимать что это будет либо плохо либо либо долго а плохо лучше не делать общение с разработчиками разработчики ваши большие друзья вы вместе делаете одну большую важную вещь и без них тоже ничего не получилось поэтому важно предоставлять им хорошие материалы продумывать состояние что будет если у нас будет название слишком длинное что будет если у нас будет сообщение об ошибке что будет если например картинка не подгрузилась и с другой стороны делать дизайн ревью верстки тоже очень важный и нужный процесс потому что без дизайна ревью ваш продукт может выглядеть совсем не так как вы задумывали ну и еще одна важнейшая штука ну вот конкретно для дата арта например то умение разбираться в сложной предметной области знаете как в анекдоте когда человек приходит на экзамен какой экзамен какой сегодня экзамен китайский язык китайский язык я никогда не учил его ладно методичка есть есть хорошо пойду покурю и буду сдавать вот это вот как раз оно самое умение быстро разобраться например в каком-нибудь процессе трейдинга или там в медицинской терминологии и начать более-менее адекватно понимать что происходит вот на этом я хотел бы послушать ваши вопросы спасибо вам огромное за внимание